В управление государственной налоговой службы по Ленинскому району каждый день приходят сотни граждан для сдачи налоговой декларации. До 1 апреля все налогоплательщики должны сдать декларации за 2020 год. Также предоставляется возможность для сдачи декларации тем, кто в связи с пандемией коронавируса не смог сдать документ за 2019 год. Да, у нас специально был создан график дежурства с 22 февраля по 28 февраля. Так как многие налогоплательщики работают до 6 часов и у них нет возможности в свое время предоставить единую налоговую декларацию, в связи с этим для их удобства мы продлили срок приема до 12 часов. Также для удобства налогоплательщиков до 28 февраля включительно все налоговые управления районов будут работать до полуночи без выходных. До 1 марта единую налоговую декларацию должны представить отчетные организации, включая крестьянские и фермерские хозяйства, а также иностранные организации, осуществляющие деятельность на территории страны с образованием постоянного учреждения. Декларацию за 2019 год могут сдать физические лица до 1 апреля 2021 года. Только физические лица. Продление было связано с пандемией коронавирусной инфекции и физические лица по итогам 2019 года декларацию могут сдать до 1 апреля 2021 года. Чтобы заполнить декларацию, нет необходимости ехать в налоговую службу и тратить время. Вся информация для физических, юридических лиц, а также государственных и муниципальных служащих есть на сайте ведомства. Также для удобства граждан работает и горячая линия службы поддержки 116. Налогоплательщики также могут сдать свою декларацию в электронном формате через личный кабинет САЛЭП КЭДЖИ. Данную процедуру налогоплательщики могут пройти в онлайн режиме, то есть через сайт САЛЭП КЭДЖИ, через личный кабинет могут сдать в электронном виде, не выходя из дома, не приходя в налоговую. Все сделать онлайн. Информация в декларации должна быть верна и четко изложена. Все будет проверено и сверено с юридическими документами, рассказали в налоговой. Если в указанные сроки налогоплательщики не сдадут декларации, то для них будут предусмотрены штрафы от 1000 до 5000 сомов.